Жители улицы Семашка уже много лет обращаются в различные инстанции, включая администрацию города с одной и той же проблемой. Дорога вдоль жилых частных домов в плохом состоянии. Жители просят заасфальтировать проезжую часть. Много лет они своими силами, как могли, ремонтировали дорожное покрытие. Лишь в 2014 году дорогу отсыпали галькой, но проблему это не решило. У нас улица Семашка делится на три части. Разрывные. Вот эта часть самая проблемная. Сюда, так скажем, только в 2014 году администрация как-то позаботилась и отсыпала крошкой после 700-летия. До этого люди на протяжении всей жизни сами делали эту дорогу, вкладывали свои собственные средства. В администрацию с многими очень обращениями мы ходили, и жители сами отдельно, я от жителей, подписи собирали. Нам сказали так, в последний раз, буквально недавно, что сейчас они делают дороги по асфальту, а затем будут заниматься вот этой вот проблемой. Но люди у нас уже, знаете, терпение иссякло, наверное, у людей. Ситуацию усугубляет близость к дороге реки Копненко. Место в этом районе реки заболоченное, бывали подтопления. Жители улицы Семашка боятся, что ситуация усугубится, и по дороге не сможет проехать ни скорая, ни пожарная машина в случае необходимости. Все своими руками. Тут тоже мы землю подсыпали. Вот все это насыпало, все это за нас 60 лет насыпано. Мы давайте, знаете, как с вами договоримся, я про дорогу понял. На самом деле у нас здесь большие планы. Если мы успеем дойти вот до этого места, мы реку прочистим, берега сформируем, сделаем, а потом уже будет ясно тогда, что с вашей дорогой делать и как. А вообще здесь будет, планируется большая красивая пешеходная зона. Решить проблему жителей улицы Семашка, со слов главы района Михаила Токарева, удастся в рамках реализации проекта благоустройства поймы реки Копненко. Татьяна Сташенко, Татьяна Трушкина, Сергей Власов, День города.